так и веселенько в газетке а.т.б. изнышки упаковку что хочу сказать твои мысли когда продавец хочет не надеюсь на новую почту но там поставить какие-то отметки все такое он должен сам написано обрежно стрелочка не переворачивать бумага не поленилась замотать еще бумагой чтобы было теплее коробочка пленка иногда просто вот так вот это же в порядке вещей если там есть внутри утеплитель ну просто если человек уже не ленится то он сам продавец наматывает ставить значки все лишь бы растение дошло в лучшем виде так как уже есть небольшие заморозки ночью очень хороший плюс все разматываю дальше а эти все бумажки пленки и у тактук сразу такого сразу все видно тут утеплителя нету и это очень плохо буду надеется о привет живность не сфокусировала щипалка что такое бургунди красотка сейчас буду вынимать потихоньку и смотреть что там дальше или не мокрый горшок так как рука коробки так это все запаковано тут раз вверх дай поехали дальше стала аж запыхалась уже чувствую по бумаге которые накручены тут что она влажная это очень очень плохо если она влажная внутри это будет капец как плохо значит покупала пауценки сразу говорю внешний вид отцвевшая ну она прицветает есть бутончик и видно сорт ароматная орхидейка них и мы действительно это классно пахнет кстати чем-то похоже на запах на фабрику разматываю дальше очень очень хочу посмотреть горшочек и корни сколько тут два цветоноса два цветоноса красивенькая я взяла ее не очень дорого на интернете я смотрела цены везде везде вот дороже намного дороже поэтому ну претензий то что она отсветает нет вообще потому что я же говорю оценочка так смотрим дальше ну как я и предполагала горшок мокренький субстрат очень влагоемкий корни даже вон зеленые видно что она мокрая что мне сейчас не делать вот скажите я думаю что я буду вытягивать этого горшка от однозначно потому что я вижу торста к я вижу что субстрат очень мокрый очень мокрый блин как можно отправить куму крышки да я опять будет проблема или сдохнет или еще что-то вылетит все буду срочно вытягивать горшка показываю вам ну блин тут видно что мокрая влажная вся бумажка это сколько она впитала в себя столько смогла сверху горшочка и показываю следующую орхидея если это мокрая ну просто шикарная веточка есть защипы посмотрите на эту красотку я от нее в шоке на каждом цветочке есть защипы капец классная ветка охрененная и розетка охрененная что там дальше в горшке я сейчас буду видеть так но тут по ощущениям не такая влажная налажно у меня была груди я ее перелила и кручен сбросить него водичку нам настояла в таком месте не очень освещаемым ну короче я пришел капец очень-очень быстро кстати этим летом я показывал кто смотрит stories instagram тут видео у меня бывает такое очень редко это я экспериментировала закрытой системы все поняла что это не мое поэтому да и не на любовь на эти цветы какие же они крутые тут защиты ну гляньте классные вообще как я говорю подружка дарвину можно сказать короче она тоже мокрая корни все зеленые ну что мне с ними делать напишите наверное будет оставаться этого грунта не знаю вот у них одинаковые субстраты влагоемкие торфяные такие красавы такие супер и рада и не рада одновременно не знаю что будет с ними дальше а еще хотела вам открыть секрет что я поняла почему умирает орхидеи у меня умирали орхидеи от одного продавца вот сколько я не беру у нее орхидеи они умер портаянно пропадает я сделала вывод что ну что с ними можно сделать вот скажите что можно с ними сделать отправляет она очень быстро что я заметила вот она выставляет фотографии у нее могут быть зеленые корни с горшочком оплатила отправляют на следующий день и они уже как бы приезжает с химии что она делает это я уже сама додумалась есть есть вентиляторы или что-то и они вот такое вот делает они экстренно просушивают горшки после такой просушки орхидеи никогда не выживет никогда потому что там корни уже постепенно постепенно умирают ни одна орхидея после этого продавца не выжила что я заметила смотрите что треснут лист и мысль потеряла ну короче я перестала покупать этого продавца поэтому я не знаю что лучше лучше или мокрая их корни либо строя отправка но точно что не экстренная просушка а а потом значит прошел где-то полгода может быть больше и я услышала у другого продавца что она типа рассказывает вот как мы упаковываем хорошо так мы делаем упаковку показывает вот 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 все орхидеи управляются сухими просушенными я не могу отправить влажную орхидею и мы не делаем просушек никаких экстренных мы таким не занимаемся и вот моя теория подтвердилась от чего умирает орхидеи чтобы вы знали такое он бывает нет рассказала еще то что бургунди тоже много уценки у них одинаковая цена 190 гривен не буду стоить вверх и дайте 190 гривен то есть одна и вторая как и видела есть торс торс стакан сейчас как раз освобожу субстрат мокрый очень мокрый у сани смейла вообще мокрющий капец ну по корня по корешкам видно что любопытное ну любопытное ну помощник тащила из горшка немножко успокоилась потому что вспомнила что с дарвином у меня была такая же ситуация он пришел мне мокрый я его сразу вытянула из горшка просушила корни очень был такой же влагоемкий субстрат выжил все нормально все нормально смотрю что тут ничего такого нету никаких таких таких страшных каких-то черных штук так не играйся с корнями это теперь не игрушка как же она классно пахнет я просто в восторге какая она манюсенькая она похожа на дорит они ринопсисы ой не буду ковыркать который постоянно доращивает цветоносы и цветут 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 вот она еще очень может даже таки продолжить цветение и это радует а пахнет потрясающе приятно пахнет это капец так не играйся с корнями никакие дырочки в горшках ничего не пролив фотоспорина ничего не поможет при такой ситуации это уже проверено только вытягивать такие растения из горшка если он такое приехала мокрая и в таком влагоемком субстрате я имею ввиду вот прям бренд ку торфяной торфяной если торфяной то это лучше конечно вытащить сразу шансов больше проверено я оставляла оставляла в горшке я делала дырочки фотоспорином растение медленно умирает вот что я хочу сказать лучше вытянуть просушить корешки и пересадить заново уже в такой нормальный субстрат который с которым привычно вам работать в бургунде тоже тоже стакан очень очень многоемкий субстрат очень прям с волокном с торфом куда ты полезла ну куда ты полезла ну здравствуй и хорошо я сейчас это все сделаю и буду спокойно посмотрите на эту кошку ну дичё дичём ну дичё дичём у меня тут глобальная проблема кому-то весело все по вытаскивала пусть сохнуть сейчас зимой своими делами а потом будут сидеть бургунди вообще корешки такие классные там есть корешки в активном росте сами поменьше корешков не все так нормально у дарвина еще по моему последнего было меньше корешков все нормально нарасти главное сохранить кусты от цветения я не переживаю за цветением будь что будет такие вот обновочки ну красотка какая же она красивая бургундии моя любовь почему я люблю эти золотистые серединки это бургундию отличается от моей первой бургундии во всем я свою первую покупала как мини я вставлю фотографию если найду как она выглядела но она как миничка была она такая была маленькая нежненькая тут такой куст куст хороший стандарт самый настоящий лопатой эти листья я не падай туда заберу попротираю листочки уберу подальше чтобы ничего мне тут не выбежало на моё окно обязательно протираю листики этики я протираю знаете чем дегтярным мылом самым обычным вот такая профилактика и ничего больше не надо попозже обычным зоу шампунем обрабатываю все и ну если потом если что-то серьезное это очень-очень редко это если какая-то щитовка у мама появляется я уже подключаю препараты байера фирмы и чередую зоу шампунь препарат зоу шампунь препарат а так обычно если ничего такого то зоу шампунь вообще справляется на ура и безопасно и просто ничего не надо разводить прям так серьезно обработал все хорошо короче насадилась аж дурно присадила еще кое-то декоративно-лиственные какие и все посадила эти красотки добавила крупный каремах и их родной субстрат и кстати к этой я добавила мама персиковую фабрику до 1 лунная коробка божья коровка там где-то цветочках ариша притащила божью коровку мы сегодня и судили на циклама прошлом году у нас божья коровка жила всю зиму лазила по цветочкам питалась там чем не знаю на ночь пряталась где-то спала по днем ходила по окошкам так интересно так вот да добавила я в посадку парфюмерную фабрику свою персиковую на меня достала честное слово там у нее не очень много корней что это нравилось то не нравилось предыдущей хозяйки на росла в керамзите что-то очень нравилось ну вот она у меня листик вырастила короче пересадила стандартно на мои нервы постоянно на пересыхает не хватает и влажности ничего не хватает а кончики листьев у нее засыхают так что пусть растет как все уже у меня все так растут хорошо в корея в моем способе любимым никаких керамзитах